Помидоры, огурцы, лечо и прочие закрутки. Наступило время собирать урожай с полей и огородов. Большая часть россиян, конечно же, начинает делать заготовки. У каждой хранительницы очага свои способы и секреты. Но многие любят приобретать уже готовую продукцию на ярмарках, базарах или в магазинах. Любимые итальянцы с просторов Ютуба смогли продегустировать продукты, которые мы с удовольствием едим в течение года осенней заготовки. Как обычно, первое блюдо привело итальянскую шестерку в шок – консервированный арбуз. Сразу возник вопрос, зачем его солить, если можно вырастить в парниках. Алессандра оценила не только цветовое сочетание, но и приятный вкус. Как же мне по душе это арбузное послевкусие. А вы и бананы маринуете? Вдруг у вас зимой бананов нет? Далее распространенная в Сибири и на Урале острая приправа – хреновина. Иностранцы пытались угадать состав. В итоге пришли к мнению – приправа состоит из помидоров и большого количества чеснока и перца. Так как блюдо острое. Узнав, что в составе хрен, многие не смогли понять, что это такое. Но тем не менее, справедливо сравнили хрен с васаби – японской разновидностью растения. Я так и не поняла, что это. Но очень вкусно. А вот патиссоны приняли из-за лимона, из-за грибы. И с чем только не сравнивали разновидность тыквы. И с сердцевиной ромашки, и даже с цветной капустой, популярной в Америке мультсемейки Симпсонов. Узнав, что такое патиссоны, все были немного удивлены. Это для меня открытие. Не знала, что такие существуют. Вкус моченого яблока пришелся по душе всем. Моченое яблоко. 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 Моченое яблоко. Последнее блюдо, любимая россиянами закуска – маринованные помидоры. И если внешний вид овощей итальянцев встревожил, то вкус однозначно порадовал. Элли данная закуска напомнила семейный ужин на Рождество. Ребята, неплохо. Не отпад, конечно, но точно вкуснее арбуза. Конечно, опытная хозяйка отметит, что это далеко не все, чем можно порадовать и удивить и заграничных чревоугодников, и собственную семью. Ну а хозяйкам-горожанкам в ближайший месяц все необходимое для домашней засолки можно будет приобрести на многочисленных ярмарках и базарах. Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом.